Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как уживается современная наука и религия, прекрасно уживаясь, как и на протяжении веков. Просто есть вещи постоянные, такие константы, а есть вещи переменные, текущие, и то, что сегодня кажется абсолютно истиной, завтра абсолютная глупость. Как вы уже догадались, действительно такой постоянной и неизменной является наша связь с Богом, религия, тем более если говорить о религии истиной, потому что если религия ложная, там чего, какой только чепухи нет. И есть те вещи, которые постоянно меняются. Я бы, чтобы разобраться в этом вопросе, предложил бы открыть послание апостола Павла к римлянам, первую главу, и прочесть 19-20 стих. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Апостол Павел 2000 лет назад говорит, что, в принципе, познание науки, оно только помогает. Помогает человеку лучше познать Бог. Мы рассматриваем видимое творение и через это созерцаем невидимого Бога, через плоды его рук. Как вот, в принципе, мы можем никогда человека не видеть, например, по своей слепоте. Вот человек родился слепым, однако он чувствует заботу, он слышит речь, он чувствует, что как-то кто-то ему помог, его причесал, умыл, накормил. То есть для него он помощь все равно это ощущает. Точно так же и мы видим результаты творения Божия. А если мы посмотрим на книгу Бытия, на творение Господом, то там все прекрасно сходится с современными научными теориями. Да, мы видим, что вначале был свет, ну, как раз вспышка большого взрыва. Мы видим, как Господь на протяжении первого периода творения, который за первый день на Ганаресе пророк Моисей законспектировал и изложил нам в книге Бытия, мы видим, как Господь творит вот основы мироздания. Мы видим, как дальше продолжается это творение и тоже, как из вот этих уже разводится с материи, пребывающей в жидком, газообразном состоянии из-за раскаленных температур формируются уже твердые небесные тела. Мы видим, как Господь уже спустя начало творения, в несколько длинных периодов творит землю, ее обустраивает, как совершенно не сразу, но на ней появляются потихонечку животные, причем в том порядке, в котором на это и глядит и современная наука, начиная от каких-то простых и заканчивая уже млекопитающими и, в конце концов, человеком. То есть наука современная, но до этого дошла, ну, что-то в 17 веке, что-то в 18, что-то в 19, что-то в 20 дошло. А в Библии это есть, сказано 4000 лет назад. Да, ну, на самом деле мы видим, что наука-то она вещь несовершенная. Вот религия может брать и как-то с современными научными достижениями делать, проводить некоторую ассоциацию. Самый знаменитый труд – это труд святителя Василия Великого по толкованию, Шестоднева. И вот как раз он берет и в соответствии с современными ему 1700 лет назад научными сведениями берет и сравнивает с ними. Сейчас мы это читаем и видим, ну, конечно, эти научные сведения устарели. То есть попытка подогнать под научные сведения, она будет актуальной для своего времени. Точно и так же и нам уже немножко, конечно, нелепо кажется вот это как научный взгляд воспринимать. Однако и вот мой нынешний разговор про сравнение Большого взрыва и вначале был свет. Точно так же пройдет еще 20 веков. Современная наука будет смешна, и люди будут думать, ха-ха, в 21 веке в такую чепуху люди верили, называли это наукой, такие теории у них смешные были. Давно это все опровергнется. А религия, связь с Богом будет важна. А пройдет еще там 20 веков, если тоже еще мир будет стоять, и Господь его будет щадить. Тоже посмотрим и увидим, что люди будут недоумевать, как можно 2000 лет назад в такое верить и тоже думать. Человек по своей гордости, ему кажется, что он сейчас в науке достиг каких-то вершин, которые не снились предыдущему человечеству. Действительно это так, смотря с кем сравниваешь. Но надо понимать, и люди 2000 лет назад тоже так думали. И в древней Шумерии, когда следили за звездами, тоже думали, какие мы молодцы, какие мы искусные, какие мы научные люди. Это все наука, действительно, она помогает людям жить и мир познавать вокруг себя полезно. Полезно для нас и для окружающих. Однако самое главное, что мы пребываем в связи с Господом. Потому что, если мы пребудем в связи с Господом, то уже на страшном суде у нас будет возможность не только горевать о своих грехах, но заодно просто будет интересно посмотреть, а как же по-настоящему было устроено мироздание. Какие ошибки допустила наука в 20-м, в 40-м или там 100-м веке по Рождестве Христове. Продолжение следует...